Началось оперативное совещание с важного события. Эльдар Валидов вручил благодарность от администрации городского округа юному жителю Тушкинова. Ярослав Юламанов – современный герой, пример для многих. Слова благодарности и признательности Эльдар Сергеевич выразил и родителям мальчика. Тушкинова. Я вот видео смотрел, как это все произошло. Действительно, первым побежал, там с ребятами стояли где-то там около качель, там играли. Девочка сорвалась там с обрыва, так немножко небольшой обрыв и скинул одежду. Я даже не понимаю, что скинул. Куртку, видимо, какую-то что-то скинул и прыгнул в воду. Непонятно, что там. Это действительно поступок, вот сейчас на видео, наверное, можно будет посмотреть, который достоин уважения. Это наш герой, это действительно большой человек. Я благодарю, Ярослав, за твое мужество. Ты большой молодец. Кроме того, Эльдар Валидов отметил, что в этом году сразу четыре городских предприятия вошли в число лучших товаров России. Это ИСКОШ, НЕФАС, КОШГЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА и ООО «Малыш». Далее перешли к более насущным вопросам. Минувшей ночью в Нефтекамске прошел обильный снегопад. Служба чистоты и порядка перешла на двухсменный режим работы. Утром к расчистке снега с тротуаров, пешеходных переходов, остановок и общественных территорий приступили 77 рабочих, а также 16 единиц техники. К обеду их стало уже 18. Снегопад, предположительно, будет длиться три ближайших дня. Я прошу не забывать чистить рядом с социальными объектами, такими важными, как больница наша, это Кувыкино. Улица Кувыкино, там большое скопление автотранспорта всегда, кто приезжает. С утра, там уже к 8 утра приезжают, приходится парковаться вдоль дороги, там тоже не забывать эту дорогу очищать. За прошедшую неделю в Нефтекамске произошло четыре пожара. Об этом доложил заместитель начальника управления гражданской защиты Наиль Фархуддинов. В одном из случаев было спасено шесть человек. Основные причины – неисправность ретрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность отопительных печей и дымоходов. Остановлюсь на пожаре, который возник в воскресенье 19 ноября, как я уже подчеркнул, шесть человек, в том числе один и три должных, были спасены звеном газо-дымозащитной службы. Эвакуация проведена, была организована, эвакуирована 14 человек. Я повторяю, погибших, пострадавших нет благодаря слаженно и отважным действиям наших огневодцев. Следующим на повестке значился вопрос заболеваемости горожан. Помимо сезонных болезней, не отступает и новая коронавирусная инфекция. Меры профилактики во всех случаях необходимо соблюдать. Как известно, болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. Мы работаем ежедневно, а также в воскресенье у нас для этого имеется дежурная поликлиника. На все выходные у нас назначаются администраторы из числа руководящего состава, которые по телефону на горячей линии могут ответить во все интересующие вопросы. Также у нас во всех поликлиниках продолжается диспансеризация взрослого населения. Мы также работаем с 8 до 20.00 в будние дни. И в субботу с 8 до 16.00 мы приглашаем всех пройти диспансеризацию. Также на расширенном совещании говорили о доставке груза на территорию проведения специальной военной операции и помощи неравнодушных горожан, волонтеров. Также о том, что нефтекамка Гузель-Набиева победила в одной из номинаций конкурса «Женщина. Директор года-2023». Кроме того, с 22 по 25 ноября в Уфе пройдет международная неделя бизнеса. А в Нефтекамске в ближайшую субботу 25 ноября состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка.